И снова приветствую вас, мои дорогие! Сегодня мы поговорим про подбородок, про напряжение в подбородке. Во-первых, хочу сказать, что он очень сильно может вас состарить. Если он перенапряжен, то вы можете выглядеть на 15 лет старше. Поэтому мы в конце расслабим подбородок, и вы получите просто незабываемое ощущение. Оставайтесь до конца. Причина появления напряжения в подбородке заключается в том, что человек в себе подавляет определенные эмоции, определенные слова, которые хочет высказать. То есть поджатость губ и подбородка – это практически вот одна такая система напряжения. Также напряжение может возникнуть от того, что у вас есть привычка напрягать подбородок. Например, когда вы думаете. От напряжения подбородок становится вот такой крючкообразной формы, как у бабушки Яги. И овал лица держится не только на щеках, это еще и подбородок. Он должен быть красивый, ровный и расслабленный. Ну что, давайте расслаблять нашу мышцу. Вам сегодня понадобится небольшое количество крема. Чистые руки, разумеется. Для чего нам нужен крем? Для того, чтобы обеспечить легкое скольжение по коже, но в то же время захват мышцы. Поэтому берите его совсем немножко. Вот я столичкой взял. Наносите. Теперь нужно научиться напрягать нашу мышцу отдельно от других. То есть вот так. Видите, я поднимаю только подбородочную мышцу. Ни в коем случае не выдвигайте челюсть вперед. Не надо так делать. И не опускайте уголки рта. Это тоже неправильно. Вы все испортите таким образом. Научитесь поднимать только мышцу подбородка. Теперь у нас крем нанесен. Мы ладонями будем проходить по направлению вниз, создавая сопротивление мышцы. Мы должны держать ее максимально высоко. Напрягите мышцу. И делаем это упражнение до тех пор, пока у вас нижняя губа не оторвется от верхней. Чтобы конкретно утомить мышцу, нужно больше времени, примерно минуту. Площадь прилегания наших ладоней к подбородку максимальная. Вы должны чувствовать, что мышце тяжело сопротивляться. И делайте до тех пор, пока у нас не оторвется нижняя губа от верхней. Упражнение можно заканчивать. Но есть одно очень важное, важное примечание. Это упражнение можно делать только один раз в неделю. Объясню почему. Все дело в том, что мы нашу мышцу утомили сейчас, как в спортзале. И на следующий день она будет слегка побаливать. Как после тренировки болят другие мышцы тела. Только теперь будут болеть подбородок. Вы ему дайте отдохнуть. И через неделю приступайте снова. Постепенно со временем вы достигнете хороших результатов расслабления подбородка. На самом деле, если вы будете каждый день его терзать, это не есть хорошо. Важнее плавная регулярность. Если вы хотите более профессионального углубленного подхода к своему омоложению. Например, букальный самомассаж, когда через полсвета прорабатываются мышцы. То по ссылке в описании будут доступны мои курсы самомассажа на любые области. Спасибо большое за просмотр. Ждите новых роликов. Буду выпускать их почаще.